Сегодня мы находимся в самой прекрасной зоне Краснодарского края, это южно-придворная зона. Это край благодатный к возделанию хозяйственных культур большим количеством осадков большим количеством тепла. Мы находимся на площадях агрофирмы Прогресс первого отделения четвертой бригады. Прогресс занимается в основном четырьмя культурами, это зима и выращивание зимой пшеницы, кукурузы на зерно, сои и сахарной сельтой. Также возделывается немножко ячменя на выдачу на паи. Сегодня площадь хозяйства составляет 24 тысячи, где-то все разделено пополам. Каждая из культур занимает четвертую часть площадь, кроме свеклы. Свеклу постепенно наращиваем из года в год, то есть в этом году было полторы тысячи гектаров, на следующий год будет две с половиной тысячи гектаров. То есть хозяйство такого зернового интенсивного типа производства. Что еще хотелось бы сказать о хозяйстве. Хозяйство в основном использует всю передовую технику, передовые технологии. Значит, при проведении агромероприятий мы пришли к такому выводу, что применение одних только удобрений приводит к планке получения урожайности, через которую без применения микроэлементов мы не можем перешагнуть. Испробовали множество микроэлементов и остановились на группы компании Polydon, их микроэлементов, которые использовали, начинали с демонстрационных опытов, потом производственных опытов. В прошлом году это было уже применено на всей площади товарного производства. Применяем на всех культурах. На свекле, пшенице, ячмене, кукурузе и сое. Все согласно научных разработок, жизненного опыта. Чем хороши сегодня, чем выбрали именно препараты группы компании Polydon, потому что цена и качество наиболее оптимальные в в сфере производства сельхозкультур и набора микроэлементов других фирм. То есть препараты компании Polydon получились самые эффективные по прибавке урожая и по затратам на гектар. Начинали мы производство с отдельных препаратов, которые сегодня по краю завоевали непосредственные авторитеты в использовании их никто не сомневается. Это прежде всего альфастим, препараты группы МПК. Но со временем при производстве определились на такое внимание, обратили внимание, что не всегда необходимо нам полное МПК. То есть в какие-то периоды развития растений нужны отдельные препараты, скажем, цинк, марганец, медь, сера. В связи с этим также очень довольны этими препаратами, потому что компания имеет монопрепараты, которые мы можем применять в отдельные фазы развития растений. Что мы и делаем? На сегодняшний день препараты, применяемые на пшеницы по достижении вырожая 2016 года, дали 80 процентов серна третьего класса. Я считаю, что это заслуга препаратов, которые мы применяли на пшенице и, конечно, сложившийся год. То есть мы угадали и попали в этот период. Я, в принципе, доволен. И препараты никак не мешают агропроизводству, то есть они хорошо вклиниваются в технологии, они хорошо растворяются, они имеют жидкую форму, то есть никак не тормозят производство, выработку. То есть в этом плане все хорошо. Значит, при применении на зерновых мало того, что получалась прибавка там в полтора в два центра, еще и проводился анализ по содержанию микроэлементов в культуре, где препараты компании Полидон показали наибольшее содержание микроэлементов на день проведения анализа. Это стало основным таким критерием для применения препаратов в хозяйстве, потому что по критическим срокам вегетации в момент определения после применения группы препаратов компании Полидон концентрация в растении была в норме и даже немножко выше. То есть концентрация препаратов микроэлементов в растении была больше, чем после применения других препаратов. На основании этого это и являлось ключевым как бы решением для принятия препаратов с производственного опыта. Значит, в 2016 году мы применяли 100% на всех площадях. То есть на сахарной свекле это в основном бор, где у нас нехватка бора, нехватка калия. Также после стрессовой ситуации мы применяли комплексные препараты НПК, также применяли и марганец, и серу, и целый комплекс препаратов. В периоды вегетации, где ожидалось повышенное потребление препаратов, в этот период применяли препараты с микроэлементами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова